Нельзя отрицать, что океан – самое захватывающее место на нашей планете. А океан и космос – это две вещи, которыми мы окружены, но знаем так мало о каждом. Когда исследователь погружается в океан, то маловероятно, что он вернется обратно на поверхность, не обнаружив новых видов или разновидностей существ. Но время от времени неизвестные существа выбрасываются на берег, или во время экспедиции замечается что-то, что не может быть объяснено. Эти вещи еще раз показывают нам бесконечные возможности, для которых океан является домом. Акула съедена неизвестным морским существом в 2003 году. Английского режиссера Дэйва Рикса и его команду попросили пометить взрослую большую акулу вдоль побережья Австралии, чтобы они могли следить за ее поведением. Одной из первых белых акул, которых им удалось пометить, была великолепная самка 2,8 метра в длину и на протяжении нескольких месяцев ей давали имя Альфа. Позже ее метку выбросило на пляж и ее передал кто-то, проходивший мимо. Данные показали, что в 4 часа утра 24 ноября 2003 года акула внезапно погрузилась в воду, она пролетела 520 метров по краю континентального шельфа. Они также указали на резкое изменение температуры с 9 до 25 градусов за секунды. Единственное объяснение, которое могли дать исследователи, заключалось в том, что Альфа была поглощена другим живым существом и находилась глубоко внутри. Все это время метка, казалось, вела запись из живота хищника еще 8 дней, прежде чем, наконец, была выделена и выброшена на пляж. Так что же могло съесть почти трехметровую здоровую большую белую акулу? Было много теорий, начиная от косатки или гигантского неизвестного морского существа. Прошло 11 лет, прежде чем появилась правдоподобная теория. Да и Фрик сам предположил, что единственное объяснение могло заключаться в том, что это была другая, еще более крупная белая акула-каннибал, которая была почти вдвое больше Альфы и весила более двух тонн. В начале 2015 года таинственная туша существа была найдена выброшенной на остров Сахалин. Необычно то, что у него был длинный клюв и около 3,5 метров в длину. Сначала эксперты определили его как своего рода редкий вид больших дельфинов. Специалисты утверждают, что из-за его меха и большого размера это маловероятный кандидат. Исследование было проведено группой ученых, которые пришли к выводу, что туша могла быть тушей клювого кита, поскольку большинство китов и дельфинов рождаются с шерстью, которую они теряют быстро. Некоторые думают, что это не открытое морское существо, которое, учитывая его размер и неизведанную область в океане. Сейчас поговорим о монстре Монтако, которое было найдено выброшенным на берег пляжа в Нью-Йорке в 2008 году. Но после того, как я много читал об этом, хотя оно не было полностью идентифицировано, не похоже, как будто он прибыл из океана. Тогда как следующий, о котором я собираюсь поговорить, определенно не наземный. Он был обнаружен группой людей в 2013 году на Новой Зеландии. Пляж Залев Изобилия. Этот район известен тем, что здесь была выброшена тушь морского существа. Его тело было 9 метров в длину. Его голова и большой спинной плавник заставили морского биолога думать, что это, скорее всего, касатка из этого отличительного плавника. Некоторые говорят, что челюсть даже после разложения настолько узкая, что это определенно не касатка. Но это может быть неизвестный вид кита или неоткрытое существо. Кит с частотой 52 Гц – это следующая загадка, существует уже некоторое время. Неопознанный звук, который был записан в Тихом океане в 1989 году, считается принадлежит к одинокому неопознанному виду, который ищет помощника. 52 Гц – это частота звука, которая намного выше, чем любой другой известный китовый зов. Частота синего кита обычно составляет от 10 до 39 Гц, а финвальный кит – около 20 Гц. Звук отслеживался учеными каждый год с тех пор, как он был впервые обнаружен. И тон звука с годами стал глубже, как это было бы при обычном крик китов. Ученые из Японии провели исследование, чтобы узнать больше о морской жизни в Марианской впадине. Она считается самой глубокой частью любого из мировых океанов и находится в западной части Тихого океана. Сейчас его точная глубина неясна, но, по мнению ученых, на этих глубинах траншея составляет около 11 километров. Трудно поверить, что что-то могло там выжить. Но, что удивительно, там внизу много рыб и живых организмов. Японские ученые изучали район недалеко от траншеи, называемый суррогатом. И они погрузили контейнер со специальной приманкой на глубину около полутора километров, в надежде запечатлеть на камеру все, что привлечет этот груз. Сначала камера зафиксировала несколько небольших известных морских существ, а затем стайку редких глубоководных акул длиной 1,8 метра. Но акулы быстро рассеялись, и огромное существо попало в поле зрения. Его размер не может быть определен на видеозаписи, но исследователи заявили, что оно было от 9 до 15 метров в длину. Просто знайте, что мировой рекорд Гиннеса для самой большого акулы составляет 11,2 метра. Поэтому, если пропорции, указанные исследователями, будут такими, это может быть самая большая акула. Ученые не совсем уверены, что это за тип акулы. Мегалодон – гигантское морское чудовище, жившее более 2 миллионов лет назад и названное самым большим и самым могущественным хищником в истории. Другая теория гласит, что на кадрах запечатлена очень большая и очень редкая тихоокеанская спящая акула. Спящая акула может вырасти до длины 7 метров. Это были таинственные морские существа, и не забывайте, что это лишь часть существ, а прямо сейчас там наверняка будут плавать тысячи неоткрытых видов. И есть также много мифических существ, которые, по мнению людей, могут существовать, но я приберегу их на другой день. Надеюсь, вам понравилось это видео, и я снова увижу вас в следующий раз.